Добрый вечер! Я повторю то, что говорю в начале каждого концерта. Начну с намека. Я выступал три месяца назад в Эстонии. А вы не очень настроены смеяться? Я вообще-то сейчас ничего смешного не говорил. Я просто рассказал, что выступал в Эстонии. Это не шутка. Что я хочу сказать? Я один раз попросил эстонцев в Таллине выключить телефоны. И они выключили сразу. Слушайте, какие они дисциплинированные. В России и зря мы говорим, что они тормознутые. Все выключили телефоны. Тормознутые в России, а не в Эстонии. Просишь в течение всего концерта. И раз 20 приходится это повторять. Кстати, и в Белоруссии то же самое. Вот я попросил... Я в Белоруссии недавно оставал. Слушайте, как мне в Белоруссии понравилось. Вам тоже? У нас митинг сегодня. А вы из Белоруссии, что ли? Нет. Ну, не только вам понравилось Белоруссии. Я вам скажу, что когда я в живом журнале, в социальной сети написал свои впечатления о Белоруссии, у меня прибавилось 2000 друзей. То есть многие действительно думают так же, как я думаю. Но, к сожалению, журналисты кодируют нас совершенно на другое. А там люди, например, очень приветливые в Белоруссии. Вот один режиссер из Риги поставил мои рассказы в Академическом Минском театре. Так здорово поставил. Мне это так понравилась постановка. Во-первых, без пошлости. Ну, в Белоруссии и не пропускают пошлость в театрах. И так, извините, задорно он это сделал. Там очень зрители любят этот спектакль. Но этот режиссер мне что рассказал? Он пошел в магазин, а он в деньгах не разбирается в белорусских. И я тоже не разбираюсь. Потому что их много, они похожи друг на друга, эти банкноты. И он так дает продавщице в магазине деньги. Так на руках вот так вот держит. Говорит, выберите сами, что надо. Ну, потому что это как гнездо аиста такое. А она выбирает. А белорусы очень порядочные. И она ему говорит, вот за сырок столько, за кефир столько. Отчитывается за все. Он же говорит, да ладно, ну я вам верю. Ну, берите и все. Говорит, очередь ждет. Из очереди голос. Мы подождем. Вы представляете, что бы это в России было? Да никогда в жизни. Мне действительно приятно, что молодые ко мне ходят. А в Беларуси еще интересный случай у меня произошел. Так, просто для согрева. Расскажу, смысла в этом нет никакого. Они ведь действительно очень порядочные, белорусы. Они правильно переходят улицу. И переходили улицу на красный свет еще во времена Советского Союза. Когда еще в Прибалтике не было такой дисциплины. И единственное, кто вот ведет себя без достоинства в Беларуси, это сейчас, если в зале есть москвичи, вы обидитесь. Москали. Вот приезжает этот крутяк с зубы веером. И я оформляюсь в гостинице. Ну, извините, употреблю это не очень приличное слово. На ресепшене. И ресепсионистка, еще более неприличное слово. Беленькая, хорошенькая, светленькая белорусская девушка. Видно, вот такая правнучка партизана. Такие глаза честные. И москаль крутой оформляется. И ей говорит, ресепсионистки. Говорит, у вас пятизвездочная гостиница. А эротический массаж делают? И она зависла. Она внучка партизана. Ей вообще нельзя слушать такие слова. Ответить она не может. Она менеджер, ресепсионист. Ее выгонят. И она покраснела, потому что вообще так бы вмазала ему, если бы в лесу это было, в белорусском где-нибудь, на болоте. Просто утопила бы. И я выручил ее. Ух, как она была мне благодарна. Я ему говорю, тоже я заполняю анкету, говорю, я знаю, где эротический массаж в Беларуси. Я здесь часто бываю. Он поймался. Говорит, где? Я говорю, телефончик дать? Да. А кто? Он спрашивает, делает эротический. Я горжусь своим ответом. Я ему говорю, лучший эротический массаж в Беларуси делает ОМОН. Слушайте, а вас, вы уже готовы к юмористическому вечеру? Вас даже согревать не надо. Тем не менее, когда люди собираются вот так в хорошую компанию, что вначале подают хозяева? Ну, я сегодня вроде хозяин, да? Аперитив. Аперитив для согрева. Над аперитивом или над ОМОНом сейчас захохотал? Удивительные люди. Только нашему человеку легче пойти на митинг, чем донести мусор до урны. Только наш может хранить 20 лет у себя дома хрустальный сервиз и ни разу им не воспользоваться. Только наш человек оставляет после ужина на тарелке последний кусочек колбасы, чтобы не мыть тарелку. Только наш человек может 40 лет собираться с утра начать бегать. О, все такие, да. И еще учить английский до конца жизни. Только у нас, матери, будет детей, чтобы уложить их спать. Только наш папа покупает сразу два компьютера. Один для ребенка, чтобы он учился. Другой для его классно-руководительницы, чтобы ребенок хорошо учился. Только наши дети, когда объявляют, что из-за мороза опасного за 30 градусов школа отменяется, радостные берут санки. Только наш человек может устроить трехчасовую уборку кладовки, заглянув туда только для того, чтобы взять луковицу. Только наш может просидеть 10 часов за компьютером, просто зайдя проверить почту. Только наш человек имеет самую плохую фотографию в паспорте, а самую удачную в ВКонтакте. Только наш человек, когда не может найти в квартире свои носки, сожалеет о том, что на них нельзя позвонить. Только у наших пожарных есть план. Только наш может украсть в супермаркете плавленый сырок, а потом написать жалобу, что сырок оказался просроченный. Только наш, делая ремонт выходные утром, чтобы соседям не мешал звук дрели и перфоратора, на полную мощность включает музыку. Только наш может поблагодарить жену за вкусные макароны по-флотски и получить от нее за это в ухо, потому что это была паста карбонара. Только наш может отравиться вечером паленой водкой, а утром опохмелиться паленой водкой, потому что ему было плохо от паленой водки. Только у наших большинство отравлений начинается с фразы «Да чё ему будет в холодильнике?» Только наш, после того, как отключили свет во всем районе, долго еще ходит и тыкает во все выключатели. Проверяет, может, хоть в одном свет остался. Только наша женщина, когда на телевизионном пульте садятся батарейки, сильнее нажимает на кнопки. И с ним помогает, выбрасывает руку вперед, вот так вот, с криком. «Ну!» Понукает телевизором. Только наш человек, когда пьет чай, обязательно придержит большим пальцем чайную ложку, чтобы она не мешала пить чай. Потому что только наш человек может оставлять ложку в чае, чтобы ее можно было придерживать большим пальцем, чтобы она не мешала пить чай. Только у нас звонят в домофон на вопрос, кто там, отвечают, это я. И ему открывают. Только у нас начальник конной полиции мог попасться на махинациях с бензином. Только наша женщина за границей может объяснить в магазине, что ей надо, не зная ни одного языка. К примеру, ей нужен будет козий сыр. Приставит пальцы рожками к макушке. Начнет блеять Повторяя вперемешку Мэ-э-э-э-чиз Когда продавец ее спросит Вы хотите чтобы я вас сфотографировал? Начнет бодаться Подпрыгивать Мне много раз говорили Что русские люди За границей говорили иностранцы Русские самые уникальные люди В зоопарках мира Только русские будят животных В клетках Вот крокодил спит себе и спит. Только русский найдет доску, палку. А ну просыпайся. Мне стоять. Раззяв пасть. Я сфоткаться хочу. Только у нас в зоопарке могла появиться такая надпись. Зона пингвинов. Не стучите, не кричите. Ищите. Они вас видят и слышат. Просто они вас ненавидят. Только у наших людей в каждом доме, у каждого, у каждого есть полиэтиленовый пакет, в котором хранятся полиэтиленовые пакеты. Только наши водители ругаются и спорят с GPS-навигатором. Ты, фуфло китайское, не мог раньше сказать, поворачивать надо? Только у нас, если женщина в толпе, в толпе крикнет, «Эй, ты козел!» Ага, обернутся все! Расскажу случай и требую испытать чувство гордости. Все-таки мы еще не упакованы. Нас не отцифруешь. Я когда-то говорил эту фразу. В Испании два номера было рядом. Немцы жили и наши. Готовьтесь, готовьтесь. В 6 утра дети у наших начали орать, кричать, поливать из огнетушителей друг друга. В общем, счастье наступило в 6 утра. Немцы не выдержали, стучат нашим и говорят, 6 утра спать надо. Я требую испытать чувство гордости. Наши им ответили так, как никто не ответит. Немцам. А вы вообще глохнете. Сейчас, сейчас, сейчас. Готовы? Вы на нас вообще в 4 утра напали. Я познакомился с японцем Хабаровский. Он хозяин японского ресторана. Он женился на русской. Он говорит, я в Японию больше не хочу. Здесь так хорошо, он говорит. Здесь так интересно. У меня каждый день адреналин вырабатывается. Каждый день нежданчик какой-то. Русский он знает замечательно, потому что он любит свою жену. Она русская. А это лучший способ. Это кого-то полюбить и выучить язык. Японцы действительно, если они живут в России, они так съездят коротко в Японию. И обратно, обратно скорее. Знаете разницу между японцами и русскими? Вот японцы, психология я имею в виду, японцы из любого секса могут устроить чипитие. Русские наоборот. Этот японец мне рассказал одну историю, после которой я понял, что он все не врет. Что действительно у него вырабатывается адреналин каждый день. Но он мне рассказал историю, когда выработался адреналина больше, чем за всю предыдущую жизнь. Жена сказала, слетаю к родителям. Таежный город. Они сели на Н-24. У него уже адреналин начал вырабатываться в этот момент. Потому что он никогда не видел, чтобы на брюшко садились. И объяснить ему, что там колеса есть, невозможно. Что они выныривают в нужный момент. А наши ведь еще летчики приколисты. Я на водоплане летал. Я вам должен сказать, у меня тоже адреналин вырабатывался. Когда летчик нас решил разыграть, и так приводнился, что мы на 10 метров под воду ушли. Это вам, ха-ха-ха. Довольный такой. Говорит, ну сегодня не 1 апреля. Ну хотелось розыгрыша какого. Значит, японец рассказывает мне. Полетели мы. И вдруг самолет начинает падать. Мало того, что у меня руки вспотели при посадке, а тут он начинает падать. Заваливается на дно крыло, потом на другое. И резко вниз идет, и уже земля рядом. Уже кто-то звонит, прощается с родными. Уже эти бумажные пакеты просят, уже переполненные у всех. Уже шишки набили. Кто-то ударился обо что-то. Вещи летают. Вот. И вдруг, уже когда все чуть не попрощались с жизнью, самолет выравнивается, летит и набирает высоту. Все так. Фух. Я сегодня все время буду спрашивать, готовы? Высовывается из кабины пилота, довольное лицо пилота. Не, вы даже не представляете. И спрашиваешь, «На тебя козлов на поляне видели?» АПЛОДИСМЕНТЫ Этот народ непобедимый. Этот народ никто не отцифрует. Даже ЕГЭ ничего не сделает с этим народом. Мне это напоминает детский анекдот. Знаете, когда когда самолет такой совсем детский, я его со второго класса помню. Самолет летит, летит, потом перевернулся, и так летит. Потом снова раз. И все так в ужасе спрашивают, что у стерлина. А что было? Она говорит, «Насморк у пилота, ему закапать надо было». Не могу не рассказать, как я однажды летел из Надыма в Норильск. И вы знаете, не дай Бог вам это пережить, когда действительно авария, и говорят, «Выбрасывайте все из самолета». Это было очень давно. От страха люди выбрасывают не просто кошельки, даже мелочь выбрасывают. Галстуки снимают, выбрасывают. Страшное было. Момент был ужасный. Это было перед Новым годом. И все-таки сели в тундре, приземлились. Ужасное у всех состояние. Все выходят. Шок. Выходит пилот и говорит второму пилоту, «Ой, слава Богу, доставай канистру со спиртом». СМЕХ И вы знаете, им простили все. Потому что это было, вот это спасло психику в этот момент. Вообще, главный вывод, который я сделал в поездке, знаете, все не так плохо в России, как кажется, когда смотришь телевизор и читаешь газеты. С одной стороны, вроде, вот такие есть, есть моменты в нашей жизни, над которыми мы смеемся, а с другой стороны, Россия живает. Уже, ну, с чего начать? Вот поезда, например. Мне много приходилось в поездах ездить за это время. Уже, уже невероятный есть результат, как мы обустраиваемся. Одеяло с пододеяльниками совпадают размером. Мы в советское время даже мечтать об этом не могли. В гостиницах есть где жить. Из кранов с горячей водой течет горячая вода. В душе можно помыться уже. Я же рассказывал в советское время, у меня целый рассказ был о ванных комнатах в разных гостиницах. Это когда я приехал в Красноярск, а у меня душ вмурован был в 85-м году. Его нельзя было даже снять. Он был вмурован в стену на высоте пупка. Вот так вот. Вот что хочет, то и делай. И я спрашиваю этажерки. Этажерка, это дежурная по этажу. И я у нее спрашиваю, а если я весь хочу? Ну, русская женщина говорит, переверни душ и дай напор побольше. А в далеком подмосковном городе Уварово, где в то время химические удобрения делались, я приехал с концертом, остановился в гостинице, включил душ, встал. Ну, в душ, понимаете, без одежды становится. Включил душ, готово? Да. На меня комары полетели. Ситечка. Все, этого уже нет. Россия в этом смысле преображается. Уже дороги появились неплохие, уже нет этих массажных досок, вот этих вот, когда массаж всего организма, пока проедешь по дороге. Не везде. В Благовещенске очень интересный был момент. Мне надо было выйти в интернет, посмотреть электронную почту, а он работает со скоростью, ну, я не знаю, ну, атеросклеротического эстонца. И я спрашиваю в гостинице у администратора, а есть интернет быстро работающий? Она говорит, есть за городом, но вы туда на машине не проедете. Я говорю, хорошо, на лошади я проеду, потому что это, это, это прикольно. К седлу, ноутбук, вместе со шпагой мушкетерской. Ах, сфера обслуживания уже так не грубит, как раньше. В наше время, в юности, мы боялись зайти в ресторан, боялись зайти в кафе, обязательно нагрубят, обязательно было унижение. Все, теперь с улыбкой грубят, если грубят, то только с улыбкой, иначе уволят. Это же тоже, только в русском магазине могла произойти история, когда продавщица говорит молодому человеку, да ладно, у меня нет сдачи, занесешь завтра. Тот говорит, а если, она такая, у нее металлический рот весь, такой, heavy metal во рту, он говорит, а если я забуду, а ей же сказали улыбаться, она улыбается, говорит, не забуду я. Я тебе приснюсь, если... Да, уже появились квартиры с евроремонтами, на слово евро запала даже Сибирь, я вам удалось сказать. Один человек сказал мне, что он евроазиат. евроремонт, не удивляйтесь, там тоже таджики делают с молдаванами, нехристи, поэтому освещать надо евроремонт, как мне сказал один батюшка. Обязательно. Гениальный народ все-таки наш, полный неформат. Но они, конечно, иногда крутым такое поставят, что там освещание освещание не поможет. Подховаровском местному полуолигарху в его коттедж многоэтажный таджики с молдаванами вместо выключателей света случайно они звонки поставили. то есть свет горит, пока держишь кнопку. Ну, логика страдает пока по всей стране. Особенно женская. Милые женщины, вы меня извините, вам придется над собой посмеяться. Высшая степень чувства юмора это когда умеешь смеяться над собой. Звоню в Комсомольск-на-Море узнать, какая погода. Спрашиваю конкретно, сколько градусов у устрой деятельности женщины? Она говорит, у нас дождь. Я говорю, а градусов сколько? Кричу ей в трубку, как будто пытаюсь без телефона докричаться. Да, Комсомольска? Она говорит, обещали тайфун. Три минуты я пытался выяснить сколько градусов. Наконец-то она говорит, че вы мне сидите? Я че, термометр вам что ли? То есть она еще на меня наехала с этим совсем. А в Чите там ждали, пока администратор наш выйдет из одного офиса, вот русская картинка, женщина кричит, Вася! Вася! Там никаких эмоций. Уже народ ждет, будет Вася или нет, уже собрались, уже интрига есть, выйдет Вася или нет. Вася! Вышел Вася! в боксерс. Говорит, че? Ты дома? А что? А он говорит, Витю позови! Вот этот народ жить хорошо не может. Выручает одно, я вам должен сказать, выручает чувство юмора. На Сахалине один депутат проводил предвыборную кампанию. Мало того, что он сказал избирателям, клянусь вам самым дорогим, что у вас есть. Но у него был слоган, и после этого народ не выдержал, начал прикалываться к нему. А у него были такие билборды, ну, вот эти все афиши в веселье. И там было написано, нам в России жить хорошо. И кто-то приписал, а нам? Вообще, наших людей чувство юмора выручат. Знаете, в Волгограде, например, ну, гениально прикололись к американцам. Американцы приехали на День Победы фотографировать Мамаев курган. Родину-мать, они такую вообще никогда не видели. У них же памятники этому всему не ставятся. У них Марк Твену нет до сих пор памятника. А тут они, значит, сфотографируют. А наш подошел гид, говорит, вы фотографируйте, а в два часа она еще вам рукой помахать может ночь. С американцами нельзя шутить. Они не понимают, что это шутка. Они приехали и ждут в два часа ночи. А и этот пришел смотреть, как они ждут. Довольный стоит. Она говорит, что-то не машет. А он говорит, покурить надо сначала, чтобы помахала. Актриса мне рассказывает одна из Сахалинского театра. Долго работала в Америке, вернулась домой, села в такси и поняла, на родине. В Америке все пристегиваются, никого не вызывает сомнения, что это надо делать. Это только наш. Говорит, да ладно. Ты что, боишься? Он еще... Наш еще наезжает на тебя. То есть ты пристегнулся, ты оскорбил водителя в России. Она села и по привычке пристегнулась в аэропорту. Он говорит, да ладно, не пристегивайся, я сегодня не очень пьяный, сказала. И соображают наших хорошо. Вот как же у русских людей работает соображалка? Это просто низкий им поклон. В Хабаровске к бомбилам на вокзале подошел такой бомбзоватый человек. А они стоят, бомбилы целой компании, что-то разговаривают. Он вычислил лидера, все точно, соображает хорошо, подошел к лидеру и говорит, «Слышь, давай на 500 рублей поспорим, где твоя машина?» Он говорит, вот это, что я зубами прогрызу шину. Какую шину? Он говорит, «Ну колесо, прокушу, давай». Он говорит, «Дурак, что ли, пошел вон отсюда?» Он говорит, «Ну давай на 500 рублей, что, если я прогрызу, ты мне 500 рублей, если нет, я тебе 500 рублей». Он говорит, «Давай!» «Давай!» Ну 500 рублей на халяву заработать. Все бомбилы собрались вокруг колеса. Этот встал на коленочке, полил минеральной водичкой шину, вытер и стал ее грызть, мутузить зубами. И так, и так. Вот в какой, вот где, в какой, в Голландии может это произойти? Все стоят, говорят, «Левее возьми!» Давай сильнее, уже все завелись, уже ставки прогрызет, не прогрызет, уже играют, все зажглись. Он встал, наконец, естественно, не прогрыз. Встал, говорит, «Извини, на 500 рублей, все, и ушел». Все машины бомбил, были ограблены за это время. Мне же народ все это рассказывает. Вот, как же талантлив наш народ. Вот только, как бы этот талант на пользу родине, а не на воровство направить? Ой, трогательное письмо. Женщины очень наблюдают жизни, потрясающие, присылают больше писем, чем мужчины. Вот она написала, у нашего подъезда на асфальте кто-то прикололся и написал, «Я люблю твою жену». Все мужики в напряжении ходят. Мне нравится, что у авторов этих писем есть высокий градус чувства юмора. Это обнадеживает. Сегодня наш сынулист два годика рассматривал картинки с изображением животных. На курочку сказал «Курка», на уточку «Кря-Кря», на собачку «Гав-Гав», на корову посмотрел, сказал «Мама». Муж ржал всю ночь, как сумасшедший. Утром села на диету. Письмо. Мою сестренку звать Алена. Почему-то Аленам все время дарят шоколад Аленка. Ну, действительно. Это так? Так вот, сестра Аленка, шесть лет, недавно выдала родичам, лучше бы вы меня назвали «Альпенгольд». Аленка. 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 устройство, оно ползает, гудит, рычит, сама поворачивает. И у него две такие фары сверху страшные. Вот ужас. Монстр. И он мне пишет, я пригласил вечером девушку любимую к себе домой, а робопылесос запрограммил на три часа, но забыл сверить на ночь или на день. Уверен был, что на день запрограммировал. Вот. Пишет, выпили вина, посмотрели, ужастик. В три часа она пошла попить водички. Вернулась через полмесяца из реанимации. Посмотрите. Моего знакомого исключили из института горного дела. К нему в общагу, в комнату подселили африканца. И мой знакомый сказал африканцу, что его зовут хозяин. Африканец его так называл три года. Пока комендант не услышал. Я работал в... Письмо. Я работал водителем такси. Получил вызов. Адрес доставки была улица Космонавтов. Подъехал, вышла пассажирка, сел в машину. Я не знал номер дома улицы Космонавтов. И спрашиваю, Космонавтов-то сколько? Она говорит, сейчас еще трое выйдет. Вы абсолютно свежие сидите. Сажусь в электричку в 12 ночи и вижу, что в начале вагона сидят четыре ОМОНовца в конце два священника. Сел в середине вагона, думаю, максимум защиты. Ой, а вот это письмо недавно получил. Я так смеялся, может у меня что-то я слишком воспринимаю с юмором все, но мне было смешно. Я превышал скорость на крутой своей машине. На какой не пишет? Видимо, крутой пишет. А гаишник стоял, продавал палочку вот так вот на шоссе. И когда он увидел, что несется крутой, превышает скорость, он с таким энтузи... Он понял сейчас, такие бабки срубят. И с таким энтузиазмом махнул палкой, что она у него улетела за спину. И мне этот парень пишет, я не стал останавливаться. В ПДД не описана поза гаишник, бросающий палку за спину. Моя девушка кормит меня очень вкусными спагетти с мясом, когда я прихожу к ней вечером и отказывается напрочь рассказать рецепт. Сегодня я забрался к ней на кухню, пока она была в ванной, и нашел только кетчуп, пачку из-под макарон и банку из-под еды для собак. А собаки у нее нет. Все, там кто-то готов. Перед тем, как начать рассказывать смешной чуток тормозну с одним рассказом, он так, подлиннее несколько. Таксист написал, у нас есть в городе пивбар, когда выпьешь больше литра пива, дают подарок. Нормально? Нормально. Но какой? Каску. Он пишет, я выпил литр пива, получил каску. Что мне с ней делать? Я бросил на заднем сиденье. Приезжаю утром, повызову, стоит гламурняшка такая, Луи Виттон, вся стразанутая и не садится в машину. А я жду, тоже не выхожу. Она кому-то звонит, мне перезванивает начальство. Почему не выходишь, не берешь чемодан? Почему не открываешь перед ней дверь? И меня таксист пишет. Я так разозлился, ну, я вынужден был сделать, все, посадил ее, открыл дверь, положил чемодан, все, а само зло распирает. И я ей говорю, а она, она меня еще ругать начала, мод, у вас в России законы не соблюдаются, я живу на Западе. Я законопослушная. А он ей говорит, раз ты законопослушная, имей в виду, у нас новый закон вышел. Уже все понятно нашим людям. Даже те, кто ездят сзади, должны каску надевать на голову. Этот дурищик говорит, я законопослушная, я с Запада. И ова! Он пишет, такой радостной поездки у меня в жизни не было никогда. Я даже на дорогу не смотрю, как она бьется головой, вот так, и счастливая, что без синяков остается. Думаете, на этом история закончена? Была бы, если бы это не в России было. На утро его вызывают к начальству. Телега пришла. И спрашивает начальство, объясни, что это такое? Представляете, что было с начальством? Там написано, у вас в таком-то такси не соблюдается гигиена. И даже не дают одноразовый чехол подказку. Бедное начальство. Много видела на своем веку, но тут реально не въезжает вообще в момент этот жизненный. Он им рассказал, оборжались, пошли в пивар, напились у всех по каске теперь. Но еще одна блонда порадовала не меньше. Хаммер это полутанк, тяжелая машина, а у нас люки канализационные, крышки болтаются часто. И она так как сквозанула по этому люку, вылетела крышка, пдыщ, снизу. Она с испугу тормознула, звук страшный, выходит, ничего не понимает, там что-то валяется, а мужики собрались. Сейчас будет интересно. Блондинка и канализация, басня. Она говорит, что у меня случилось? Мужики, подскажите. Один тыкву почистил, говорит, у тебя защита дна отвалилась. Как защита? Где? Вон лежит. Показывает на крышку от канализационной люки. Она перепугалась, говорит, что делать? Нельзя по закону без этого ездить. Это антитеррористическая такая вот операция. И что делать? Езжай, говорят ей, быстро в автосервис и скажи, чтобы тебе вернули защиту дна на место и помогли ей загрузить крышку от канализационной люки. Представляете, что с автомеханиками было? Тоже много видели на самовеку. Но когда она начала их, значит, быстро я вам заплачу. Мне надо быстро. Что тебе надо? Защиту дна установить. Такую? Почему? У меня отвалилась. У тебя или у хамара твоего защиты? У хамара, негодяи, позорники, даже нового закона не знаете. Какая защита дна? Пойдем покажу. Когда они увидели крышку от канализационного люка, надо дать должное, мужики въехали в тему сразу. Говорят, сейчас новый закон есть. Теперь эту защиту надо наверх автомобилей устанавливать. И установили ей крышку от люка наверх. Похохотали, но до утра лишь. Утром приехал ее парень. Реальный шкафяра с двумя телохранителями. И говорит, кто вчера мои дурищи канализационный люк установил наверх? Эти перепугались, сжали стенку. Говорят, мы! Он говорит, пацаны, каждому по тысяче ржал всю ночь. Письмо от молодой женщины. Мы с тетей, с дядей были в Таиланде. Но нас обмануло турбюро. Нам обещали сервис, не дали. Тетка разозлилась. Мы пошли в кафе. Молодая тайка официантка, услужливая. Говорит, по-английски, я первый день работаю, русских много. Скажите, пожалуйста, вы русские, как? Будет что-то по-русски типа бонапетти. Я не знаю, что с вами будет. Тетка сосла говорит, жри, что дают. Представляете? Ну, она недолго проработала, это вы понимаете. Она ж с улыбкой говорит, жри, что дают. Вот. Письмо от парня сам над собой нашел силы посмеяться. Сидел дома, писал пост. Пост долгий, рядом с ноутом лежала шоколадка, расплавилась, ноут нагрелся и заляпала ноут. Ну, вот любой бы в мире другой, не русский, пошел бы за тряпкой, а у русских нет времени. Не, не догадаетесь. Да, 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 откуда вы знаете? Облизал. Он говорит, решил облизать ноут. Лизнул, а шоколадка сильно заляпала. Стал лизать ноут. Ну, кто в мире может, а как вы догадались до этого? Вы что, тоже этим занимаетесь? В это время заходит подруга жены знакомиться. А я лежу к лаву. Она говорит, меня предупреждала сестра твоя, что ты увлекаешься компьютерами. Но я не думала, что настолько. Ой, мне уже интересно, сколько вы смеяться можете. Вот, 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 опять, только в России. Трое курили на балконе. У меня многие истории начинаются с этой фразы. В цивилизованном, вот если бы, что такое цивилизация, что такое быт настоящий? Окурки в пепельницу. Нет, только наши бросают с балкона. Неизвестно, чем заканчивается. И залетел, ветром занесло окурок непогашенный на балкон к соседям снизу. А там ковер был, ковер начал слеть. Чего они придумали? Только он, только наши. взяли его за ноги и стали опускать. Тот не дотянулся, они его вынули, говорят, бери пылесос. Он взял пылесос, тяжелый, раздевайся. Он разделся до плавок, взял пылесос. Сумасшедший народ. А окурок уже коверт леет, и запах пошел в квартиру к соседям. Те вышли на балкон. Голый мужик вверх ногами с пылесосом чистит их ковер. Ай, вот там, огонь или оргазм. Женщина пишет мне. А женщины иногда так вот, вот они живут сердцем, я об этом уже говорил, мозг устает, видимо, отключается. Мне одна, впервые мне об этом сказала врачиха-стоматолог, говорю, я иногда так работаю, 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 приду в магазин, возьму сыр и продавщица, говорю, сплюньте, пожалуйста. Ну, это еще интереснее. С выражением утром я ехала в автобусе. Я задумалась. И, выходя на свои остановки, на автомате, громко всем сказала до свидания. Они так обомлели от того, что я сказал. И до меня дошло, что я сморозила чушь. Притормозила в дверях, обернувшись, добавила, а впрочем, прощайте. Вы б видели, как они за мной все повыпрыгивали. Один из первых рассказов, которые были мной написаны, когда я работал инженером. Новый директор был суров, так говорили все. В первый же день он вызвал меня к себе и прямо, глядя в глаза, спросил, вы там в вашем отделе перевыполнить план на 150 процентов могете или не могете? Я замялся. Дело не в том, что нам было трудно перевыполнить наш план. Мы его могли перевыполнить и настойно 200 и 800 процентов. Но я не знал, как мне выразить свое согласие словами. Вопрос был задан так, что отвечать на него надо было полно. Но ответить можем означало указать новому шефу на его безграмотность. Ответить можем у меня не поворачивался язык. Ну что же вы молчите, строго переспросил, шеф, могете или не могете? Да, ответил я. Что да, рассердился он? Я вас конкретно спрашиваю, вы конкретно отвечаете. Могете или не могете? Конечно, ответил я. Что значит конечно, чуть не закричал он. Отвечайте прямо. В последний раз спрашиваю, могете или не могете? Я собрался с духом и уверенно ответил, могем. Тогда успокоился он, вступайте к себе в отдел и получите согласие масс. Мол, да, перевыполнить план на 150 процентов мы могем. Я вернулся в отдел, собрал всех и неуверенно начал. Товарищи, я собрал вас здесь, чтобы выяснить существенно важный вопрос. Как вы считаете, перевыполнить план на 150 процентов язык не поворачивался. Мы с вами могем или не могем? В комнате наступила тишина. Я виноват, опустил глаза и ждал. Первым нашелся единственный в нашем отделе профессор. Конечно, могем. Грустно вздохнул он. А на следующий день в Сен-газете предприятия появилась заметка про форга под названием «Мы все могем». За неделю на призыв откликнулись остальные отделы, а через два дня перед главным входом на предприятие появился красочный плакат «Могем перевыполнить план на 250 процентов». За полгода в движение включились все предприятия города и точно такие же плакаты появились на железнодорожном вокзале в аэропорту. А вскоре диктор по телевидению объявил, что к новому движению подключились остальные города страны, потому что наши трудящиеся все могут. Поскольку на телевидении дикторы всегда говорят правильно, филологи занесли новое слово в словарь современного русского языка. С тех пор новый директор несколько раз вызывал меня к себе. Наш отдел всегда в таких случаях выступал зачинщиком все новых и новых починов. Однажды жена вернулась домой тяжело опустилась в кресло и грустно вздохнув сказала устала я петь и больше так и не можу и не хочу. Чего не мёгишь и чего не хотишь переспросил я. Завтра кросс ответила она всем отделом бегим. Бегите бегмя переспросил я в том-то и дело что бегмя бегим посетовала она. В это время из магазина пришла дочь сказала я достала творог куда покласть там или тут покладись здесь ответила жена. поклала сказала дочь как много тебе продавщица творогу положила удивился я не положила как филолог поправила меня жена она ложила. в какой-то момент у меня появилось ощущение что мы мы все неправильно говорим но я заглянул в новенький словарь и обнаружил что согласно новому словарю мы все говорим совершенно правильно надо же что хоть что-то и делают подумал я махнул на все рукой включил телевизор молодая самодеятельная певица пела известную песню Аллы Пугачевой все может короли интересно что когда этот рассказ принес в журнал юность в юности отвечал за отдел сатиры юмора известный драматург Виктор Славкин он очень с мрачным всегда выражением лица ходил ну просто Арканов по сравнению с ним весельчак и и Виктор так прочитал мои рассказы он меня не знал меня никто тогда не знал он про и он так прочитал и совсем грустный стал просто как будто простоквашей объелся вот так посмотрел на меня я покраснел от этого взгляда а он говорит смешно говорит еще есть что-нибудь я дал ему второй рассказ он прочитал а этот еще смешнее сказал и чуть не заплакал просто после чего добавил но печатать нельзя сказал и потом ну ведь намек на Брежнева Брежнев неправильно говорил и ученые филологи меняли в словарях ударения меняли в словах чтобы так сказать это было непонятно людям но как только Брежнева не стало мне звонит редактор журнала и он говорит быстро быстро неси рассказ напечатаем и взяли взяли рассказ в редакцию через неделю Черненко сказал могим и его выбросили этот рассказ потом Андропов такое наговорил что мне сказали вообще больше не носи этот рассказ бесполезно он никогда не будет напечатан потому что все равно все говорят безграмотно так интересно наблюдать когда что-то в России случается уже сейчас продано осколков метеорита по весу в 6 раз больше чем сам метеорит причем когда он прилетел метеорит это такие тоже интересные сразу люди поразбивали себе окна у кого плохие окна были сказали нам выбил метеорит тут же губернатор сказал всем ставлю за свой счет открыл оконную фирму на жену оформил церковь востроили в честь метеорита ну вы подумайте какие-то придурки детей называют если дочка родилась метеорита но зам губернатора побил все рекорды он сказал Челябинск готовы как говорит задор готовы пострадал от метеоризма а у нас взбодрилась страна веселуха началась зато мы произвели впечатление на америкосов у американцев даже в телевизионной программе крутились ролики и даже одна программа была просто посвящена нашим ютюбовским роликам которые они скомпоновали и показали рейтинг был какой-то говорят сумасшедший и такой ведущий такой юморист он даже комментируя эти ролики наши он так удивлялся сам там допустим первый ролик авторегистратором снят как мужик едет за рулем и у него прямо где-то вот неподалеку перед передним стеклом так бах метеорит и этот говорит посмотрите на него говорит америкос он даже блин не сказал у него это что каждый день что ли происходит посмотрите он поворачивает за метеоритом наши бытовую страховку оформляли заперлись на замок от этого метеорита а эти посмотрите они ловят метеоритный осколк от наши там ой горяченькие там это произвело эффект на американ и тогда некоторые ведущие американских телевизионных передач решили вообще так немножко посмотреть ролики в русском ютюбе и они поняли что с нами воевать не надо они такое увидели кто видел этот ролик тебе не дадут соврать вот представляете что было с американцами едет фура лошади в прицепе коровы в прицепе коровы спокойные коровы стоят они не знают что сейчас будет потому что такой нежданчик у коров только в России может быть у них счастливые они думают будущее не на ровном месте это для американцев вообще шок на ровном месте хряси перевернулась в фуру почему никто не понимает я думаю что ж смешного у меня похолодело все потом через буквально несколько секунд я сам хохотать начал коровы встают как ни в чем не бывало улыбаясь уходят в поле все а для америкосов это если это даже для нас интересно этот ведущий говорит вы посмотрите у них даже коровы долбанутые копытом отряхнула пыль и пошла в поле но последний ролик в этой передаче я не знаю что с вами будет жигуль в 10 сантиметрах остановился от русской бабищи бабец бабища как хотите она такого размера вот как три снеговика новогодних таких снежных бабы жигуль остановился потому что он понял что он об нее разобьется просто в дребезке и она нависла на дне туча такая это американцев показывают конечно после этого нельзя воевать с Россией потому что она взяла и оторвала капот и все ну ладно бог с ними с американцами но больше всего я нас не понимаю вот вдумайтесь вот я не понимаю все только и слышно трындят Россия на краю пропасти и при этом орут Россия вперед вообще слова иногда я вот думаю что люди не понимают что за слова так все изменилось раньше райком райсполком район рай теперь теперь администрация можно вас приглашать на следующую съемку тоже потому что вы так реально заводушкой работаете зажигалово вообще то что бывает в России ведь нигде не бывает это нигде никогда случиться не может мужики я путешествовал много по тайге в свое время там предгорье всех отеля линия по мгуне ходил на катерочках и вот два мужика на лодке казанки или казанки кто как называет плыли поддатые а рядом лось плывет рога торчат они думают о прямо добыча стрелять не стали чего нет думают мозг земли же привязали веревку к рогам мы выйдет на берег мы его возьмем голыми руками а второй конец к лодке а лось когда на берег вышел он сдаваться не захотел а лось был лось он как рванул в тайгу и эти на своей плоскодонке представляете два поддатых мужика на лодке по бурелому ягоде дно разбилось они бегут в лодке о лосяра проутил ну что русские тверя дед обиделся на старуху говорит дай на пиво так говорит не дам он говорит повешусь ну из-за пива ведь конечно причина серьезная старуха говорит иди вешайся иди вон в сарай иди вешайся чтобы я не видела а он решил ее проучить пошел в сарай взял веревку надел китель с орденами вешаться надо с орденами вот и решил инсценировать самоубийство сделал петлю сам тут себя под вышки привязал другую веревку и висит ждет когда старуха придет ждал около восьми часов терпение сумасшедшего нашего народа а что нашим старикам делать собственно наконец старуха пришла увидел ой а он слышит старуха идет все сразу язык на бок кардинал вот сюда вот и старуха в крик бежит к соседке дед повесился соседка говорит беги быстро за милицией а я его посторожу тоже очень умный замечательный пришла в сарай смотрит дед висит а неподалеку лежит шмацала она шмацала под юбку убежать дед говорит нет ты подлосал это верни ну собственно уже два трупа милиция переехала говорит сначала придурка снимем дед уже обиделся за придурка один его держит второй веревки обрезает а и говорит да не держи ты этого хрена хрыча старого пускай грохается я тебе падла грохнусь и обнял его вот так еще один рассказ хочу прочитать тоже что-то из предсказамуса в то время еще иммигранты так не тянулись обратно в Россию это сейчас они потянулись циля пишу тебе в Тель-Авив по электронной почте из России потому что по телефону говорить будет дорого циля я потрясен 20 лет назад мы уезжали с тобой из другой страны циля нас обманули нам обещали что здесь будет антисемитизм мы поверили уехали а вместо этого здесь все старые евреи стали новыми русскими циля ты помнишь портного Мойшу который в той нашей прошлой жизни каждый раз перелицовывал плохо мне брюки теперь он главный астролог Кремля я не знаю что он предсказывает Кремлю но домой к нему стоят очереди даже из беременных он им предсказывает кто у них родится и от кого ты спросишь как он это делает он всем говорит у вас будет мальчик ему за это платят по астрологическим ценам тем у кого потом рождается девочка он возвращает деньги циля из 100 случаев он угадывает примерно 50 но ему этого хватает циля в нашем Израиле мы с тобой через день ходим за автобусом чтобы сэкономить два шекеля у Мойши после которого тебе каждый раз приходилось перелицовывать брюки обратно в квартире Айвазовский посудомоечная джакузи и унитаз с дистанционным управлением да это вип-унитаз понимаешь он сам подъезжает в любую точку квартиры циля ты будешь смеяться но в России никто не ходит как у нас за автобусом здесь сейчас все делают хорошие деньги Гриша Конторович продал Ватикан два вагона российских свечек без фитиля сын Милы продает в Китае дезодоранты говорит этот бизнес у него никогда не кончится потому что в Китае уже почти 4 миллиарда подмышек а Жорж тот что был театральным кассиром придумал продавать приезжим север новые 100 тысячные рублевые купюры на них нарисован большой театр он их продает как билеты в большой театр по 50 долларов циля надо возвращаться в Россию в Израиль и так бизнес делать нельзя у нас все евреи некого обманывать есть кому но некого я даже больше скажу циля здесь сейчас за сравнительно небольшие деньги можно получить хорошую родословную титул русского дворянина циля ты помнишь Цехельсона он теперь Трубецкой я видел его верительную грамоту за большие заслуги перед Отечеством именовать Цехельсона его сиятельство граф Абрам Наумович Трубецкой грамота скреплена семью печатями великих князей среди их тоже немало наших целей например великий князь Беренбойм Голицын а твоя ровесница Сара Рабинович теперь Варвара Лопухина Я смотрел на тираж этих грамот 20 тысяч Циля надо скорее возвращаться пока есть свободные бланки Я понимаю мы уже не молодые но здесь Циля старики тоже делают неплохой гешефт Наши бывшие соседи по коммуналке Захар Семен чего жена Фрида помнишь у них были плохие почки так они придумывали продавать свои не к черту анализы призывникам С такими анализами призывников не берут в армию за это старикам так платят что они не хотят лечиться Циля Циля я все время думаю почему Россия так расцвела с тех пор как мы уехали или она поэтому так и расцвела что мы уехали если так надо немедленно возвращаться Циля ты не поверишь я летал в Тюмень я жил в городе Нижневартовске в шестизвездочном отеле Циля шести понимаешь во всем мире пяти а в Нижневартовске шести и это у них еще не было электричество Циля а если бы было электричество отеля было 65 звезд минимум там в Нижневартовске Циля когда я посмотрел как живут нефтяники я подумал почему Моисей не мог за 40 лет привезти в Нижневартовск нас Циля ты помнишь заветные слова родина зовет я понимаю мы уже один раз меняли родину ничего наши предки меняли ее чаще собирайся нашей родиной и на какое-то время снова должна побыть Россия а там видно будет даже если здесь в России начнется какая-то заваруха ты же понимаешь многие страны с удовольствием примут к себе русских князей из хорошего дворянского рода еще одну дурьку прочитаю вы же понимаете в России какие были товары какого качества в советское время впрочем они такими же остались поэтому можно считать что опять-таки мало что изменилось ну это актер должен был читать конечно такой который играл вот как это Карл Азоров умеет работать на сцене извините товарищ я тут немного дергаться буду порой даже чесаться это производственные травмы опасная профессия у меня я испытателем работаю испытываю товары народного потребления очень опасная профессия видите шишка на лбу это я испытывал первую отечественную дверь на фотоэлементах нет сотрясения мозга нет наш отряд испытателей только таких набирает у которых чего-чего а сотрясение мозга быть не может недавно например новую отечественную люстру испытывал мраморную с плафонами из гранита ой много наших на этом испытании полегло почему передних зубов нет плавленые сырки испытывал а голова дергается это и от нервноти успокаивающе проверял очень эффективно оказалось всего две таблетки принял сразу глаз дергаться перестал голова задергалась глаз застыл намертво ой я в молодости такой сорви голова был даже лекарства отечественные испытывал после испытания нашего медицинского пластыря на отрываемость пересадку пятки перенес адротикулита какое-то средство три месяца в спину сам себе втирал по часовой стрелке теперь на пляже раздеться стыдно оказалось фармацевты что-то напутали наполнили тюбики стимулятором роста усов такие усы между лопатками выросли сзади на пляже вылитый буденый ой чего я не испытывал электробритвы с ножами от сенокосилок пельмени за медно действия мышеловки которые один оборонный завод для плана выпустил с боеголовками а я должен был кусочек мяса зубами достать без рук даже первые отечественные баллончики с парализующим газом от хулиганов я испытывал на всю жизнь запомнил дело ночью было стою за углом жду хулиганов с баллончиком идут трое еще даже пристать не успели я им в глаза как раз оказалось наши опять что-то напудали струя в обратную сторону бьет но все равно помогло самого так парализовало что потом совсем не больно было бы когда били одно жалко опыт передать некому детей у меня быть не может зря тогда согласился при входе в метро турники от автомата испытать вот такая нужная людям профессия опасная но нужная поэтому если б не я у вас у самих бы давно детей быть не могло я одного не пойму вот что все надо мной смеются а что вы все остальные не испытатели вы что никогда в черном море не купались не ездили по автодороге похожей на стиральную доску в машинах с выхлопной трубой заведенной в салон в своем родном городе никогда не дышали вечерним выбросом тринитил метил уран этил дебила так что все мы испытатели мы такой народ испытателей не даром нам не даром нам говорят тяжелые испытания выпали на долю нашего народа вообще в россии действительно идет противостояние живомыслие еще существует в россии то есть есть много людей которые повторяю живут по принципу деньги для жизни а не жизнь для денег я видел таких людей много и особенно приятно что у нас сохранились крестьянские семьи оказывается где по 20 детей есть 156 правнуков я видел в одной деревне у человека которого звать Куприян Кондратич дети встают с рассветом работают ложатся закатом не знают что такое наркотики не изменяют своим женам живут нравственной жизнью а мы живя в Москве считаем их отстой это не они отстой когда я читаю в газете банкир такой-то вывел свою жену третью в высший свет это не высший свет это высшая тьма он вывел ее в высшую тьму особенно знаете где это видно в Бурятии Буряты ведь буддисты и когда в буддизм проникает торгашество торгаш буддист это я не знаю это это ну это волк вегетарианец то же самое шакал вегетарианец и с одной стороны там поклонения богам знаете я был в монастыре знаменитом теперь среди всех буддистов мира есть такая фамилия она только продвинутым известна и Тигелов некоторые кивают в зале головами знаю о ком идет речь в 27 году человек по имени Тигелов сделав очень много хорошего ушел из жизни сел в позу лотоса доведя массу свое тело до массы семилетнего ребенка и написал в завещании что я вернусь через 75 лет ему в то время тоже было 75 лет и вот в 2002 году его случайно откопали а он там в позе лотоса находится казалось бы сказки когда мне об этом рассказали я не верил я поехал в этот монастырь и я лично его видел за два месяца до меня там был медведев и мне даже позволили ламы они такую проверку мне устроили значит приготовили свое блюдо у них национальное блюдо называется по-русски бурятские позы но это не позы а бузы это только русские могли бузы перевести как позы ну более родное слово и они мне значит дали эти бузы поесть и когда увидели что я поел еще добавки попросил и не побрезгал они поняли что как-то мне можно доверить раз человек ест искренне они меня провели к нему я его потрогал он 30 градусов примерно температура тела врачи его исследуют ничего понять не могут и вот одни люди считают это чудом а другие как я считают чудесным явлением это не чудо у человека неограниченные возможности есть если он живет по законам природы а не по законам придуманным юристами но в другой стороны и туда проникает торгашеские идеалы и уже я уеду с вокзала в отель который называется Байкал Плаза ощущение что Байкал заасфальтировали просто и проезжаю мимо пивной под названием Шамбала пивбар Шамбала знаменитый исследователь писатель Мулдаши все время ищет Шамбалу у меня фотография есть я ему пошлю че ищешь вон Шамбала добила меня в Улан-Удэ пачка пельменей которая называется опять должен говорить рефрен у меня сегодня повтор такой готовы пачка пельменей буддисты же верят в перерождение человека вообще восточной религии все об этом говорят так вот пачка пельменей называется вторая жизнь телят я одному излам задал вопрос какой грех должен был совершить теленок в прошлой жизни чтобы его реинкарнация произошла в пельмени чем хороши путешествия почему я призываю людей путешествовать потому что в путешествии обостряется мышление во первых видишь много хороших людей которых по телевидению не показывают и это моя фраза конца 80-х она правильная на свете больше хороших людей но плохие лучше объединены их объединяет что масс-медиа прежде всего и вот в путешествии действительно вот сижу я в тайге смотрю как тайга замусорена паночки фанты пепси в наше время этого не было не было такого количества мусора выброшенного на поля на опушке в лесах и невольно мысль как-то развиваться начинает а что вообще нам дала цивилизация и вот когда мы подключились к западу что к нам пришло страшно это перечислять порнографии не было пришло оттуда грязи в лесах не было наркотиков не было ведь шутки молодежи мы не понимаем нашего поколения в комедий клуб говорят добил пяточку все ухахатываются а я например очень не знаю это про хелеса что ли рассказывают вдоль дорог в наше время девушки с планкой заниженной планкой социальной ответственности не стояли которые хороши только в свете дальних фар автомобиля смотрите дальше казино не было ночных клубов не было голливудских фильмов из-за которых вот ищут виновного с этим ночным клубом а виновные что виновные те взгляды которые внушили наши молодежи они думают посмотрев голливудские фильмы что если ударить шпалой по зубам будет синяк на губе они думают что если петарды взрывать в ночном клубе это нормально это в кино нормально ребята это у нас не было такого количества ужастиков триллеров во дворцах спорта не было не было автосалонов не было устроены эти шопы сплошные интим салонов не было секс шопов не было смотрите это все перечислять да страшно становится резиновых баб не было вообще жить с резиновой бабой доживи сразу с шиной надувной это что ты деньги тратишь еды этой попкорновской не было как один пенсионер пришел в ларек говорит мне хоть бы док из кинотеатра в стране чавкалки не было молодежь не сидела с ведрами попкорна не запивала фанты а потом удивлялась откуда у меня насморок если попкорн запивать фантой в организме образуется клей понимаете ему надо вытечь откуда-то нос кратчайший путь для вытекания этого клея недаром нос и понос одного корня у нас дети прилично одевались ходили в школу прилично одетыми не было на пацанах этих брюк как красиво говорят тюнинговые брюки занижены талией какой какие тюнинги это что это вы называете тюнинг это ширинка под коленами когда идет ощущение что он на рынок картошку собрался сюда засыпать или до туалета не успел добежать рекламы не было этих бегущих строк не было жутких наши памперсы меняются вместе с вами шут а эти рекламы слушайте я повторюсь я уже говорил об этом по телевизору но я не могу не доставить вам удовольствие тем какие мысли мне пришли когда я смотрел эту рекламу подходит молодой парень к вам девушке хоть бы кто-нибудь обратил на это внимание без здрасти без до свидания вот напрямую а вы знаете что у вас во рту размножаются микробы я бы ему так треснул промеж шей за такое знакомство а я знаю почему у моей бабушки такое вкусное молоко так и хочется спросить ты доил бабушку она у тебя в каком возрасте бабулька вряд ли уж вкусное молоко то что свалил нам запад можно перечислять бесконечно через запятую у нас не было спида у нас не было все этих завозных болезней не было птичьего гриппа не было свиного гриппа свиной грипп гениальное разводилова гениальное это ж надо так развести народ у нас уже появились дизайнерские маски от юдашкина сейчас марлевые со стразами для олигархов да ой вообще на деньги затраченные в стране нашей на борьбу со свиным грибом каждая свинья в россии могла отдохнуть в египте кто придумал это назвать свиным грибом за что вы вообще чихающего поросенка видели когда-нибудь кстати оказывается хрюкать оберег вот так и не заболеешь все торгаши придумали прививки во время эпидемии почему эпидемия разрастается в москве потому что нельзя делать прививки когда эпидемия еще больше будет больных но медицина стала бизнесом это тоже нам слили запада простительно когда марлевые повязки так популярны на украине святое свиной гриб для украины святое чихающее сало как-то не катит хотя по-моему это тимошенко все придумала по-моему это пиар-ход хоть бы кто-то подумал японцы на курилах в лес в тайгу идут в марлевых повязках вы можете себе представить с минеральной водой к источникам к чистым ручьям идут сумасшедший народ хоть бы сравнили размер дырки в марле с диаметром вируса вообще у торгашей в этом смысле медиков большое будущее птичий гриб свиной гриб а ведь много животных еще еще посумный гриб будет вонючий такой гриб будет знаете я никогда ни за кого не голосовал с тех пор как рухнул советский союз я не ходил ни за кого голосовать почему да даже не знаю не потому что я там допустим против всего просто бесполезно вот я знаю голосуй не голосуй все равно получишь не то что хотел я не то что вы подумали сейчас я имел ввиду и вот проехав по России я думаю а был может родиться человек за которого я пойду голосовать может но для этого расскажу почему я так начал думать по всему в этом году в России урожайный год яблок яблок столько уродилось никто не знает куда идти все дарят друг другу сегодня я тебе ведро завтра ты мне два ведра так после Пасхи яйца дарят друг другу которые не доели вот клянусь а в магазинах нет наших яблок я буду голосовать за того кто скажет я сделаю все чтобы в России в магазинах были отечественные яблоки вот кто такое скажет вот тут я поверю который скажет сначала надо Россию прибрать пройтись всем народом по лесам убрать мусор который скажет я сделаю все чтобы не горела тайга который скажет а вот если он скажет следующую фразу за него вообще весь народ проголосует я уберу рекламу с телевидения чтобы мы спокойно смотрели эти фильмы а еще я поверю тому кандидату который скажет я сделаю снова Россию самой читающей страной в мире мы были самой читающей страной в мире мы стали самой читающей Акунина страной в мире молодежь говорит мы по Акунину познаем историю познавать Акунину историю это все равно что вкус курицы по бульонным кубикам узнавать я захожу в магазин не было такого в советское время чтобы такие продавались книги стервы тоже плачут я хожу я переписываю обложки камасутра для деловых переговоров я вам скажу честно интриговала но я сдержался не купил название книги либо деловая либо женщина 100 самых действенных результативных намеков мужчин женщинам какие интригующие названия где они 100 намеков назвали я от силы три придумаю еще одна называется книжка женщины и ее сущность мемуары название мемуаров жизнь без трусов это ужас ужас а детективы название детектива а еще мужчины и их непокобелимость какой-то женский смех раздался такой странноватый название детективов слепой снайпер многоразовая девственница интересно как же это так ей удается а эту книжку я раскрыл пассивный некрофил ее раскрыл и сразу закрыл сразу потому что первая строчка пассивный некрофил по кладбищу бродил так и хотелось добавить активно искал но так и не поймал у нас был самый нравственный театр в мире в моем прошлом юношеском все что это такое есть хорошие спектакли но они не рекламируются как правило если вы зайдете на мой сайт и посмотрите рубрику задорные советы увидите название замечательных спектаклей в которой нет пошлости кстати слово пошлость есть только в русском языке именно в этом значении почему потому что с тех кто говорил гадости со сцены брали пошлину в свое время и отсюда произошло слово пошлость теперь ну что же это такое мы говорим о воспитании молодежи Ромео Джульетта спектакль ремейк называется простите меня название на афише монологи вагины я не должен ругаться матом сейчас поэтому я сдержусь но в советское время расстрел за это просто даже за то что человек ну расстрел может жестоко но валенки катать на зоне надо за такой спектакль отсылать Кармен в Перми открывается занавес душевые и туалеты с унитазами Хосе лет 60 а его одноклассница Кармен 15 зал сидит считает сколько раз он оставался в школе в каждом классе спектакли мочатся на сцене правда только мужчины женщины нет мне написали девчонки из Перми вы знаете когда был перерыв ни одного человека в буфете всех тошнило премию получил спектакль царевна лягушка спектакль написано вестерн царевна лягушка это играть хочется сразу зажигать преступление и наказание Достоевский увлекательный детектив в котором скинхеду Раскольникову не дает покоя старушка наложница наложница я бы сразу дер удалось со спектакля где старушка наложница знаете говорят Иосиф Виссарионович Сталин сейчас пускай морщатся все наши демократяи у экрана что он был беспощадным остроумцем беспощадным злокачественным остроумцем чернушным приколистом и когда Иосиф Виссарионович узнал что в каком-то театре замышляется нечто подобное вот речь кажется шла о какой-то переделке Шекспира владыка народов пыхнул трубкой и мрачно пошутил знаете товарищ министр почему таких режиссеров надо вешать потому что как сказал верно товарищ Станиславский театр должен начинаться свежим зато молодежь знает попсу комиксы путает живописью позже попса я ее слышу только когда езжу в машине потому что скучняк в пробках стоять я включаю перл за перлом сыпется мне в родничок и горькая луна печаль вольет ей в рот что это это же коробит от этого образа это лирическая песня полетела душа через край напролет кто вас обучал русскому языку моя любовь нелепа как первый блин я задыхаюсь твоим запахом взахлеб ну ты и воняешь родная я к тебе как к кресту приколочен это это комплимент что ли снег падает со всех сторон курил ой курил со всех сторон справа слева снег но попал я ей-ей от улыбки твоей-ей что мозги мне вставило в конец друзья мои гей-парадов не было я приехал в Москву только здесь меня журналисты засыпали вопросами как вы относитесь к гей-парадам я им прямо сказал я не отношусь к гей-парадам письмо мне прислал парень все как вы говорите я вам раньше не верил теперь верю позвонил в ЖЭК в подъезде у нас не работает выключатель ответ женский голос мне отвечает идите в соседний подъезд там есть выключатель другой парень написал в нашем доме замкнутый круг как у нас в стране одни козлы постоянно открывают дверь в подъезде чтобы его проветрить от запахов другие козлы постоянно в подъезде гадят потому что дверь всегда открыта но это точняк жизни у нас в стране ой а эти цитаты исследовательских протоколов такая жизнь видна нашинская за ними вот на Кутузовском проспекте у дома номер 7 произошло убийство пострадавших нет ну нет так убийство а остальное нет нормально пострадавший бросил в меня топор вы заметите интрига нормальная пострадавший бросил в меня топор я зачитался ага вот в чем дело топор ударил меня пол подскочил и ранил пострадавшего вернувшись из командировки гражданин такой-то обнаружил у себя в ванной голого соседа после чего пытался покончить его жизнь самоубийством а это милиционер пишет после обыска у самогонщицы Сидоровой у самогонщицы я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь когда Красюк устал и уснул в туалете дверь я все-таки нашел но зачем я ее принес в отделение милиции тоже милиционер написал по дороге гаишник написал по дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных на мой приказ остановиться водитель крикнул четвертого не возьмем парень из Иванова мне написал купил плавки плавки на этикетке написано не мочить друг мой Владимир Качан купил лекарство от шума в ушах от шума в ушах на пачке написано побочные эффекты тошнота рвота шум в ушах плакат на железнодорожной станции внимание прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть в скобках нарушители будут оштрафованы школьный туалет на бачке унитаза рядом с кнопкой спуска если по-другому не понимаете делит парк аттракциона в Москве батут детям 50 рублей взрослым 100 рублей остальным 200 это кому остальным инструкция для кондукторов в автобусе если пассажиру стало плохо его нужно уложить на спину расстегнуть одежду и дальше не верить своим глазам приподнять головной конец я дурак думал у меня голова не головной конец у меня реклама на одном из московских радио спид или наркомания сделай правильный выбор табличка табличка на дверях супермаркета дверь закрывается автоматически в скобках сама кемеровская область табличка на окне ларька ларек работает до наступления тьмы в овощном магазине табличка при покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок объявление на здании фитнес-клуба тут нет в скобках меньше надо жрать парень рассказывает дежурил в морге на праздники подрабатываю там позвал друга на праздник выпить у нас спокойно хорошо никто не мешает пришли выпиваем а морг в бывшем не в землетрясении как его в моем убежище мобилы не берут там и друг отдал мобильный свой сестре в приемном отделении говорит если мне кто позвонит ответьте гениально только у русских это может быть сидят пьют через два часа влетает в морг вся родня друга вся ты жив а та ответила говорит морг служит то что у русских происходит нигде в мире я всегда это говорю и главное бесполезно с этим бороться в магазине пиротехники купили с другом бомбочки пишет мне парень решили напугать прохожего зачем тебе это надо делать знаешь русскую пословицу не рой другому яму сам в нее попадешь работает спрятались за деревом прохожий идет кинули бомбочки сам пишет молодец чувство юмора есть на дереве сидела стая ворон от взрыва обделались все вороны ой тоже письмо гениальное вот как вот ведь они думают они случайно попадают в эти сети да не случайно сами себя в эти ситуации втягивают я замерз пишет парень вышел ночью и из лесу в мороз ты что там делал ты зачем пошел ночью в мороз в лес думаю как бы согреться поймать машину а неподалеку машина стоит я думаю о сейчас подойду и он меня довезет заодно куда мне надо подошел а водителя нет попробовал дверцы дверца открыта я сел и греюсь ну такой отвязный парень заснул сразу с мороза вот упал и вдруг машина пишет поехала я в ужасе водителя то нет водителя то нет за рулем никого а машина едет и поворачивает меня ужас обуял и вдруг машина останавливается в окошко заглядывает мордатое лицо мужика увидел этого говорит ты что тут делаешь я еду он едет блин а я толкаю ой переезжаете из эстонии в иван город на территорию россии указатель туалет тире сто метров бегом пятьдесят метров это письмо я думаю одно из самых интересных в жизни которые я получал я пишет мне девушка точно персонаж из вашего концерта я живу практически в интернете у меня уже давно засох йогурт в клавиатуре я ночью встала и думаю хочу поесть отрезал кусок хлеба кусок сыра достало масло я не знаю что с вами будет сейчас читаю масло семьдесят два пятьдесятых процента думаю еще не скачалось положило скачиваться обратно в холодильник вообще с этим интернетом столько забавного конечно во дворе стоит машина на капоте нацарапано на капоте наши из всего форум сделают из всего на капоте Костя зайди вечером на одноклассники Наташа на капоте написано внизу Наташа больше так никогда не делай Костя воздуху воздуху в грудь ниже третья подпись Костя, Наташа вы трупы хозяин машины ну и чтобы вы по традиции испытали как в конце каждого концерта я призываю гордость за наших людей последнее только наш мог вогнать в стыд не мог продавщица не мог вообще трудно вогнать в стыд но продавщица секс-шопа вдвойне а он вогнал требую испытать гордость за наших пришел в секс-шоп купил резину бабу спросил где примерочная знаете друзья мои вы так смеялись сегодня что у меня такое ощущение вот мы в хорошей форме с вами желаю вам сохранить ее как можно дольше спасибо 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 КОНЕЦ КОНЕЦ